Конечно, это очень обидно, что у нашей федерации нету невозможности, ни мозгов, чтобы создать свою собственную лигу, после чего у нас не будет никогда возникать вопросов по поводу квот. А так вот в нынешней реальности нам приходится молиться на эти три квоты, чтобы их не отобрали, не сделали, как в гимнастике художественной, только две квоты от страны, и молиться, умолять ИСЮ, чтобы давало больше квот, четыре квоты или пять квот от страны. У нас сейчас вот во взрослых шесть фигуристок, которые способны показывать высокие результаты. Трусова, Косторная, Щербакова, Загитова, Медведева и Туктамышева. Шесть фигуристок. Какого черта мы должны упираться в этот потолок и сквот? Но что это за позор? Что это за ублюдская и поганая несправедливость? И вместо того, чтобы делать, чтобы придумывать, чтобы создавать что-то новое, в федерации клюют носом и считают ворон. Ничего не делают, бездельничают. И совершенно не думают о будущем. Живут только настоящим. А будущее уже наступило. У нас шесть фигуристок, которые способны показывать высокие результаты, а квот только три. И что самое здесь позорное, некоторые из этих причастных лиц к фигурному катанию, то есть мало того, что ничего полезного не делают, ничего не создают, мозгов у них не хватает на то, чтобы что-то придумать, имеется в виду дельное. Вместо этого в их больных мозгах рождается идея о том, чтобы наоборот ограничить фигуристок. То есть не создавать новые возможности, новые лиги, новые соревнования, где будут выступать все, эти придурки, идиоты и бестолочи, как решение сложившейся ситуации, хотят ограничить участие более молодых спортсменок, аргументируя это лже понятиями о том, что такое настоящее катание. Притом, что сами эти бестолочи даже не соображают, что такое катание настоящее, а что такое дерьмовое катание. То есть вот такой вот позор и такие бездарности у нас. Вместо того, чтобы думать о будущем, чтобы отстаивать наши интересы, эти подлецы не делают абсолютно ничего, так еще и хотят максимально нагадить, в силу убогости и скудности своих мозгов. Позорище.